Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 октября, я вот только что рассказывала о самой мягкой, самой простой термической обработке, дезинфекция грунта с помощью солнышка. Это то есть, я полила немножко водичкой, закрыла двери окна, и она у меня в течение нескольких дней, тут была температура выше 40 градусов, это уже гарантия, что фитофторы не будет. Но если у вас нет солнца, если была эпидемия фитофторы, если было очень много больных растений, то, конечно, вам придется, скорее всего, обрабатывать химическим способом, или медным купоросом, или некоторые даже применяют серные шашки. У серных шашек много противников, потому что говорят, что она портит конструкцию теплиц. Я признаюсь вам сразу, что я никогда ни разу не пробовала пользоваться серной шашкой, у меня не было нужды. Потому что серную шашку обычно применять нужно в тех случаях, когда у вас не только заболевания, но когда у вас еще такие насекомые вредители, например, как паутинный клещ. Еще тут, наверное, по-моему, Белокрылково сказано, сейчас прочитаю. Но тут перечни насекомых я не вижу. От возбудительных грибов, бактериальных болезней, от клещей. Но я вот в этом году первый раз буду применять вот эту шашку фаз. Почему? Только потому, что у меня в теплице с перцами был паутинный клещ. Кто за моими видео следит с самого начала, с самой весны, тот, наверное, помнит, что я показывала, что паутинный клещ я принесла в теплицу, высадила. Он уже был, растение перец заражен, вероятно, еще в рассаде заразился. А так как у нас было жаркое, лето засушливое, это такие хорошие условия для паутинного клеща. Он любит жару, любит сухую погоду. Я с ним боролась все лето, и я не уверена, что я до конца его поборола. Поэтому я хочу обезопасить на следующий год себя от паутинного клеща. Я буду обрабатывать вот перечную теплицу именно серной шашкой фаз. Потому что это комплексная обработка, уничтожение не только фитофторы, но и вот этих вот личинок и самих паутинных клещей, если они еще там остались. У этой серной шашки фаз очень много, конечно, противников. Говорят, что она и портит каркас теплицы, там он приходит в неюгодность, там коррозия будет. Но у меня нет выбора. Потому что я, если я буду беречь свою теплицу, и только из-за теплицы не стану обрабатывать вот этим фазом, то на будущий год я прибавлю себе много забот по борьбе с паутинным клещом, буду обрабатывать шашкой фаз. Сейчас это делать мне еще рано, там перцы еще растут, поэтому я просто сейчас теоретически покажу вам. Но эта обработка, она не дешевая. Я вот сходила, купила одной шашки на теплицу. Мало, я купила 4 штуки, они стоят, по-моему, по 60 рублей. Ну, короче, где-то 250 рублей вот такая обработка будет. Это не кипятком полить, это очень, ну, намного сложнее. Во-первых, это химическая обработка, она, конечно, агрессивная. Вот и про этот говорю я вам, про каркас, про все. Любая химическая обработка, она более агрессивная. Если у вас не было насекомых-вредителей, если вам не нужна комплексная обработка, от фитофторы, после эпидемии фитофторы, можно просто обработать медным купоросом. Сейчас у медного купороса тоже очень много противников. Ой, какая красивая новая упаковка была, другая, смотрите, голубая. Мне нравится цвет медного купороса, голубенький. Много у него противников, но он остается на протяжении многих десятилетий одним из самых эффективных препаратов по борьбе с фитофторой. Если вы польете медным купоросом, это уже точно гарантия, что фитофтора там вся умрет. Пусть там умрут и полезные вот такие микроорганизмы, он может все сжечь, и полезные тоже. Но полезные вы можете потом заселить, полив фитоспорином, триходермой. Весной польете, новые грибковые споры там появятся, все размножится, все будет прекрасно. Но зато вы убьете фитофтору. И дело в том, что медный купорос нужно применять именно осенью. Весной его нельзя применять, ну в больших таких концентрациях. Потому что сейчас, если вы прольете до посева очень много времени, какая-то часть все-таки разложится в земле, немножко оно не так будет вредно воздействия на растения. И про дозировку. Если у вас там единичный 1-2 был кустик, достаточно 1 столовой ложки на ведро. Вот я всегда так поливаю, когда вот, например, огурцы там какие-нибудь сырые гнили, или что-то, или где-то помидорку черную увидела, в этом году не было, но бывает такое. Я развожу 1 столовую ложку на ведро воды и поливаю. Но если у вас уже в теплице вообще все было больное, все черные помидоры, все черные растения, то допускается дозировка даже 100 граммов на 10 литров воды. Но больше 100 граммов, то есть больше 10% раствора медного купороса, делать нельзя ни в коем случае. Он и так считается, ну, вредным таким препаратом, вот этим медный купорос. Хотя им, конечно, пользуются люди на протяжении долгого времени. И мне вот интересно, лирическое отступление. Все люди говорят, ой, какие раньше были помидоры, все было здоровое, все было такое, вот у бабушки, у мамы. Но я помню, что раньше, 30-40 лет назад, не было никаких вообще ни биопрепаратов, ни других средств. Пользовались только медным купоросом и только бордосской смесью. Я вот жила в деревне, кроме медного купороса вообще в огороде, ничем в случае вот таких каких-нибудь заболеваний не поливали. Чуть что медный купорос, медный купорос. Применять-то применяли, но мы теперь говорим, что раньше были они такие здоровые, такие вкусные. А медный купорос вот теперь записали в изгои. Все пишут, ой, какой он вредный, его нельзя, он накапливается, вреден для организма. Ну, раньше, значит, не было вредно, сейчас стало вредно. Я не знаю, я медный купорос все-таки применяю, если мне нужно, когда нужда настанет. Но также воду, ой, землю можно полить не вот такой, не купоросной водой, а можно полить и хомом. Он считается более мягким, потому что он там все-таки, ну, у него это хлорокис меди. Поливают даже бордосской смесью. Но везде во все эти препараты в составе есть медный купорос. Вот медный купорос, это считается одним из самых распространенных химических вот таких препаратов для дезинфекции грунта, но именно при наличии заболеваний. Если у вас нет фитофторы, не поливайте медным купоросом, в этом нет нужды. И если у вас нет насекомых-вредителей, вот как у меня, как паутинного клеща не было в теплице в этом году, то нет смысла предупреждать. И если у вас нет насекомых-вредителей, то нет смысла предупреждать. Продолжение следует...